Девушки отдыхают После этого хаоса отступления мы потеряли контакт с Фениксом и Рейнором. Боюсь, они продали церк. Этого не нужно опасаться. Феникс – самый отважный воин из всех, кого я знаю, и заслуги Рейнора хорошо известны. Я уверен, что они смогли обезопасить себя. Но пока мы ждем от них известий, мы должны исследовать местность и найти место для постоянного усиления. Так только мы укрепимся на месте, мы можем начать искать темного храмовника. И вновь конец брифинга, и я приветствую вас. Поехали. Ну что ж, наша задача здесь укрепиться, и я, к сожалению, плохо помню, где здесь нужно что-то делать. Музелками поглядим. Походим. У нас здесь живность, фауна летающая. Довольно приятная. Ну как бы проблема, как всегда, в том, что если мы, допустим, куда-то не туда пойдем, нам дадут люлей. Нам дадут люлей. Нам дадут люлей. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы нам давали люлей. На Шакуросе, Сергий, должно быть они захватили контроль над воротами на Айурии. Вот у нас место, где мы можем развиваться. Главное проверить местность. Дабы на нас здесь никто не напал. И мы можем начать развитие. Ну давайте этим и займемся. Мы находимся на Шакуросе. Довольно интересная планетка. Давайте посмотрим, где у нас могут быть зерги. Погуляем здесь пока что. Вот строить мы на данный момент ничего не будем. Сейчас мы построим сразу четыре пробочки, как только у нас построится. Так, вроде здесь зергов я пока не вижу. Так что, в принципе, все хорошо. В принципе, все хорошо. И, в принципе, меня пока все устраивает. Давайте разведем немножечко. Как-нибудь вот так вот. Наших зелков, дабы реагировать. Какару! Офигенная озвучка. Ладно. У нас строится Nexus, собственно, пока мы ничего не можем делать. Это логично, это понятно. И окей. Как бы. Нам остается только ждать. Только ждать, мои дорогие друзья. Пока все это будет строиться. И я думаю, спокойно впоследствии проходить. Потому что зерги здесь, конечно, есть. И они есть в довольно больших количествах. Но я бы не сказал, что сильно сложно проходим их. И у нас вот-вот уже достроится, наконец-то, наш Nexus. Который мы сможем заказать первые пробочки. Вот он. Достроился. И материализуется. В этом мире. Нас обломали с пилонами. Проблемка. Я забыл про пилоны. Я забыл, что изначально их как бы ноль. Иди, в принципе, добывай, друг мой. Достроиться. Подожди ты, что ты. Прям я не знаю. Так. Построить больше пилонов. Давай. Отлично. Повысили мне лимит. Где-то выкопались зерги. О-о-о-о-о-о. А вот и зератул. А вот и зератул. Может, вы мне как-то помогать будете, друзья мои, не? Будь среди нас, зератул. Рад, что ты вернулся домой после стольких лет с Китани. Но вместе с тобой пожаловали странные гости. Рад встрече, брат мой. Действительно, этих существ, именуемых зергами, никакими святыми не назовешь. Как только мы устроим здесь базу, я расскажу тебе о них все, что знаю на совете. Уверен, что Матриарху тоже будет интересно послушать твою историю. Палач, мы получили сообщение от Рейнора и Феникса. Они все еще живы и сражаются за ворота на Айурии. Мы должны как можно быстрее открыть ворота на этой стороне. Хорошо, как только так сразу откроем. А пока мне нужно делать все-таки защиту от наших врагов. Надеюсь, что она все-таки будет нормальной. Окей, строим пилончики. Добываем минеральчики, строим пилончики и все такое. А, кстати, из-за вот этих гадов, но и благодаря ним я выжил, но из-за вот этих гадов у меня уменьшилось количество пилонов. Точнее, не пилонов, а тех юнитов, которые я могу построить на уже имеющиеся пилоны. Мне нужен газ, я думаю. И нужны первые гейты уже хотя бы. Хотя, если честно, пока рановато. Озелки, конечно, пострадали немножечко. Но что сделаешь? Так, вот еще у нас пробочка пришла. Ладно, хватит баловаться с птичкой. Мы будем просто все-таки подстраивать. Маленькие пробочки. Все больше и больше. Чем больше пробочек, тем лучше. И всецело это, в общем-то, замечательно. Долго идет начале развития, если вы развиваетесь прям совсем с нуля. То есть у вас вообще ничего нет. Но зато в итоге у вас есть много интересных плюсов, потому что, ну, во-первых, вы развиваетесь с нуля. Во-вторых, вы неплохо начинаете впоследствии добывать минералы, и это круто, и на вас никто не нападает в самом начале, это тоже весело. Хотя в данном случае нас как раз нападали в самом начале, но окей. Мы не будем зацикливаться на таких мелочах. Теперь у нас зерги. Зерги, линги на нас нападают. Благо, братья ваншотают, в принципе, их. Поэтому почему бы... Почему бы нет. С этой стороны они уже к нам, по идее, не пройдут. Уже здесь стоит гейт. Ну, или пройдут, но очень как-то плохо пройдут. И надо как-то уже добывать потихонечку газ, я думаю. Я, скорее всего, не буду ставить базу. А просто-напросто... Сделаю много рабочих. Так, что у нас надо для дарков? Нам нужен архив храмовников. Окей, ну проблема в том, что дарки нам не совсем здесь помогут. Они, конечно, крутые все дела, но... К сожалению, не всемогущи. Здесь вот где-нибудь вбилим пушечку. Чтобы она нас так прикрывала. И продолжим создавать наши с вами дорогих пробок. Пока что вот так вот поставим сюда одного из дарков, второго дарка. И на эту сторону поставим еще двух дарков. Я думаю, сделаем вот так. Синий будет нападать на Зилка. Который будет стоять на удержании. А дарки будут разбираться со всем остальным. Думаю, неплохо. Думаю, отлично. И давайте как только, так сразу улучшим все-таки оружие. Потому что оружия у нас не очень много. Надо бы подстроить в идеале еще парочку Зиотов хотя бы. Пока есть такая возможность. Хотя бы троечку. Две пробочки. Я думаю, что такого количества пробок должно хватать. Можно еще одну даже поставить. Иди. Как раз тебя давай. Или даже две. В любом случае, газ так будет добываться быстрее. Сейчас мы посмотрим, хватит здесь пробок. Или это слишком много. О, отлично. Великолепно. Газ налажен. Идеально налажен. Нас выкупались еще. У нас здесь есть дарки. У нас здесь есть Зиоты. Теперь Зиотов видят. Это не очень хорошо. Вот этот ваер надо будет убивать. Для этого мы возьмем какого-нибудь Зонда. И поставим Поставим здесь пушечку. Я вот как раз думал, с какой стороны они будут это делать. Но видите, они Решили это делать таким вот образом. Поставим вот здесь. Отлично. Теперь нам нужен в идеале воздух. Для воздуха. К сожалению, доступен не весь воздух, но тем не менее. Мы глянем, что у нас там доступно. И в итоге пойдем все равно через Зилков. Просто потому, что Зилки довольно сильные юниты. Так. Здесь поставим тебя. В принципе, ничего сильно страшного здесь быть не должно, по идее. Так. Пока в один гейт. Хотя. Почему бы нам не подстроить Еще один гейт. Еще парочку пилонов. Тем более, что мы в принципе это можем спокойно сделать. И в принципе проще оборонять Вот этот низ. Откуда по сути они выходят. И вот этот низ. Чем оборонять сразу весь верх. Главное наших храмовников чуть-чуть убрать. Отлично. Давайте поставим здесь тоже пилоны. Чтобы влепить там по пушечке. В принципе пушка она и сюда, и сюда достанет. Так что нормально. Как-то так. Ладно. И мне нужно здесь поставить эту фигню. Дамы восстанавливать им щиты. Так. Все. У нас накопилось некоторое количество Виспена. Некоторое количество полезных минералов. Для этого я и делал как раз звуков. Куда он отошел? Что? Ты куда сбежал? Негодяй. И давайте влепим здесь по пушечке. Здесь пушечку. И здесь пушечку. Отлично. Так же мне понадобятся новые гейты. Сюда они не влезут. Сюда. Еще гейт. Отлично. Вот теперь можешь идти добывать минералы. И плюс давайте построим еще парочку пробок. Потому что минералы стали добываться очень медленно. Пока того количества, что у нас есть, нам не хватит. Естественно. Все. Нормально. Стоит дыхать. Делаем сбор на одном месте. Смотрим, что у нас в воздухе есть. В воздухе у нас есть только скауты. Не очень круто. Минералы у нас добываются не очень тоже. Но окей. Сейчас мы это дело будем исправлять. Нам нужно построить по идее архивы храмовников. Сейчас мы этим займемся. Этого нам нужна цитадель Адуна. Никогда у нас уже будет там выходить наши друзья. Вот они выходят потихонечку. Вот первый вернулся. Первый вернулся. Осталось, чтобы вернулись и остальные. Макеюшки. Архивы, пожалуйста. Сколько там? О, еще долго. А, ну пока защищаем. Пока защищаем. Еще. Две пробочки приплыли сюда. Добывайте вот с того минерала. Так, долго, долго, недолго. Сейчас построится. Строим архивы. Отлично. И после того, как построятся архивы, мы сможем построить улучшение на клинки следующего уровня. Пушечка мешает, конечно, проходу, но ладно. Зато на нас пока никто не нападает. Израсходуем немножечко. Того сего 5-го, 10-го. Архивы почти построены. Как только закончится строительство архивов, будет весело и хорошо. Так. Архивы. Вы собираетесь заканчиваться? Спасибо, пожалуйста. И мы делаем улучшение на вторую. На двоечку. После чего подстраиваем. Трамовников. Постройте больше пилонов. Хорошо. Я вас услышал. Мне не надо это повторять много раз. Мне не надо повторять это много раз, ребятки. Я вас услышал. Давайте. Блин, пробке повезло. Она выжила с одним хп. Не правда ли это просто замечательная пробка? Отходим чуть-чуть под пушечку. У нас не хватает немножечко антивоздуха, к сожалению. К сожалению. Линию. Вот нас вышел первый. Я думаю. Несколько штучек нам хватит. Здесь застраиваются везде ребята. Сюда. Пожалуйста. Теперь у нас с Веспеном проблема, да? Ладненько. Тогда постройте, пожалуйста, то, что вы можете построить. Так. Ножки телкам, пожалуйста. А, значит, нам не хватит. Но, к сожалению, газа не так много. Ну, то есть, нет. Газа-то нам хватит. Мы можем его спокойно добыть и все такое. Но давайте пройдемся вот в эту сторону. Пока что можем. Поглядим, что там есть. И также пройдемся одним зелком вот сюда. Посмотрим, что там интересного есть. Красивые мосты. Красивые карты вообще. На самом деле. Мы видим зергов. Они уже у нас здесь. Совсем нагло ходить на них мы не будем. Наверное. Тем более там плетки. Что они есть хорошо. Я так понимаю, здесь тоже плетка. Да. Поэтому мы возвращаемся назад. Увидев то, что там есть две плетки. И увидев также то, что тут ничего нет интересного. В принципе. Там бесполезно туда ходить. Окей, нападать на нас будет только снизу. Сверху на нас никто не нападает. Тем временем сливаем братьев. Сливаем братьев. Обязательно. И давайте поклепаем еще двух братков. Приятных. Обратюнь, так сказать. Поклепаем этих зилотов. И в принципе можно было бы поклепать одного еще такого. И еще парочку таких. Превращение завершено. У нас есть четыре храмовника. Давайте отходим их вот сюда. У нас прилетела мута. И у нас есть чем ответить этой муте. Не то, чтобы очень сильно, но лучше, чем ничего. В принципе, у нас есть еще... Тихо. У нас есть еще архонты наши, дорогие. Которые могут спокойно убивать все, что угодно. Надо потихонечку спускаться вниз. Так. Я сказал спускаться вниз. Эта фраза означала, что вы должны взять и спуститься. Превращение завершено. Вот у нас превратилось еще... Двое. Назад оставим наших дарков. Дьем, и опустите бедного дарка назад. Он хочет домой. Так. Спускаемся вниз, в общем-то. И потихонечку продолжаем клепать нужных нам юнитов. Точнее, нет. Не здесь. Или здесь? Нет. Здесь все правильно. Так. Здесь будут эти. Опять-таки эти. Все это мы теперь сделаем на зелков. И... Здесь тоже. Отлично. А мне требуется больше пилонов. Как говорится, не вопрос, друзья мои. Нужно больше. Сделаем больше. Вот у нас два друга вышло, которых можно слить. Отлично. Строим один пилон, второй пилон, третий пилон, еще один пилон. Просто такие кучки пилонов. Идем дальше добывать минерала. Минерал, в принципе, у нас не осталось. Армия, в принципе, больше, чем эту. Здесь особо не построишь. У нас превращение еще одного завершено. Надо распределить их таким образом, чтобы у нас зелки были в первой линии. Архонты во второй. Потому что архонты наносят довольно высокий дамаг. Архонты отдельно, зелки отдельно. Отлично. Спин исчерпан. Но, тем не менее, он продолжает добываться. Пусть и по малому количеству. Очень мало. Я бы даже сказал, по очень-очень мало. Ладно. Здесь есть два варианта. Либо я сейчас делаю какое-то улучшение, либо я подстраиваю, например, еще одного друга в виде архонта. Архонта. Я, наверное, подстрою друга в виде архонта. Да, и точнее, друзей. Отсюда. И отсюда. Остальных опять закажу зелков. Потому что больше здесь, в принципе, особо делать нечего. Так, раз, ребята. Два, ребята. Три, ребята. И четыре, ребята. Серьезно? С храмовниками вместе? Вот, вот так вот лучше. Так лучше. Так, определенно лучше. Так, а на что у нас там? Они выделены как раз на четверочку, да? Отлично. Ледки, естественно, будут нас видеть. Смотрим, разобрались. Здесь со всеми, в принципе, тоже. Можем потихонечку выходить, я думаю. Безусинка убиваем плеточки. Здесь много плеточек, е-мое. Так, здесь много плеток. Мы нашли еще одно место для добычи. Отлично. Так, а теперь нам нужно выделить этих ребят, слить их вдвоем. Можно, конечно, сразу добывать здесь еще. Я думаю, что особого смысла не будет. Тем более, мне нужно будет дожидаться, пока исчезнет слизь и прочее. В общем, это не очень удобно. Нет, никаких следов Эдикса или Рейнера. Верные они еще на Иурии. Вполне возможно. Что ж, у нас здесь остался еще один отряд. Довольно косвенный, кстати. Ну, что ж, остается пока что ждать здесь. В идее. Все правильно помню. Я могу, конечно, ошибаться. Пойдемте проверим. Что у нас здесь есть. Ни черта хорошего, однозначно. Простите, конечно, но какого хрена вы... О, майн факин гад. Да не блочите вы. Мне так нравится, когда наши войска потолпятся. Это великолепно. Это просто лучшее, что может с нами случиться, я бы сказал. Так, ну... собственно на наших врагов уничтожаем муту например пока все происходит более-менее нормально так надо убить муту как-нибудь отлично ну чтож наши войска хоть атакуются вот периодически умирают но принципе все довольно хорошо пройдемся посмотрим что здесь у нас есть увидим что здесь вроде бы ничего нету палач я и моя команда как только все перейдут на шакурас закроем ворота с нашей стороны это единственная возможность избежать появлений зерков вас превосходят численностью если вы закроете ворота вы уже не сможете получить никакой поддержки ну ладно я человек действия что вещи сказать я готов управляем тогда прощайте храбрые войне мы пришлем помощь при первой возможности спасибо ведите себя хорошо ребятки пожелайте нам удачи такие дела на рейнер решил остаться там у нас миссия закончилась всем спасибо за внимание пока пока